Графические романы Графические романы – это удивительные, нарисованные, масштабные, многослойные истории о дружбе и пронзительном одиночестве, загадках, вдохновении, поисках себя. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаем, путешествие в невероятный мир графических романов начинается. Моби Дик Автор графического романа о Моби Дике – Дмитрий Ушаков, выпускник Института графики и искусства книги. Ушаков несколько изменил структуру произведения, поделив его на части, согласно которым идет повествование. Город, гавань, океан. Таким образом, автору удалось создать путь, по которому проще пробираться даже тем, кто не был знаком с оригинальным романом. Повествование идет от лица моряка по имени Измаил. Измученный и изнеможденный бедностью и неудачами на суше, он жаждет знаний и приключений, которые могли бы привнести в его жизнь смысл. Так Измаил оказывается на борту корабля капитана Ахава. Постепенно юноша знакомится с тяжелым китобойным промыслом, игнорируя странное поведение брачного нелюдимого капитана. На третий день после отплытия Ахав произносит речь, после которой многим становится очевидно – капитаном движет слепая ненависть к Моби Дику, гигантскому киту. В одном из своих предыдущих плаваний капитан уже встречался с ним, в результате чего лишился ноги. Одержимый идеей убийства Моби Дика капитан окончательно теряет рассудок и ведет свою команду на верную гибель. Один за другим погибают матросы и единственный, кому удалось спастись – это Измаил. Графический роман Дмитрия Ушакова – это совершенно новое авторское видение произведения, с которым интересно будет познакомиться как тем, кто не читал оригинальное произведение, так и тем, кто уже с ним знаком. Мрачная и таинственная атмосфера, созданная Мэлвилом – основание, на котором Ушаков удалось создать свой удивительный интересный роман, дополнив историю своими рисунками. Иллюстрации позволяют по-новому взглянуть на культовое произведение. Весь сюжет толстенной книги перекочевал на странице комикса, в общем-то полностью. Да, конечно, куча подробностей, побочных сюжетных ответвлений здесь опущена, но потратив полчаса, можно сделать вид, что вы познакомились с классикой. Строгий классический черно-белый рисунок этому только способствовал. Следующий графический роман – это «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе». Иллюстрации Сисиль Бидо. Сюжет этого романа полностью такой же, как у автора книги. Он ничем не отличается, кроме самой подачи. Автор рассказывает о семейной трагедии. Потеряв автомобильной катастрофе мужа и маленькую дочку, Диана полностью утратила интерес к существованию. Она перестала работать, выходить из дома, отвечать на телефонные звонки. Чтобы остаться наедине с своим горем, она уезжает из Парижа. История о том, как сложно начать новую жизнь после трагедии, а начать любить другого человека, кажется невозможным. По сути, в графическом романе сохранены только диалоги и минимум описаний. Все же вроде как нарисовано. По факту, это просто точная копия романа в сокращенной версии. Но по отзывам наших читателей, воображение при прочтении романа рисует другие картинки, нежели при прочтении графического романа. Ну и последнее, это «Алиса в стране чудес». Графический роман, который точно понравится тем, кто находит замечательную киноверсию Тима Бертона. По законам жанра, сюжет передан сжато и лаконично, но без ущерба для истории. Алиса пытается принять себя такой, какая она есть на самом деле. И в конце истории принимает решение, что будет заниматься любимым телом. Тем самым она одерживает победу над своими страхами. Особо порадовали финальные дополнительные материалы. Заглянуть за кулисы создания той самой Алисы оказалось очень познавательно. По сути, знакомые истории с яркими персонажами, которые можно долго рассматривать. По отзывам наших пользователей, рисунки специфические, комичные фигуры, вытянутые лица и руки. А вот читается легко и быстро. Интересно даже тем, кто не смотрел фильм. Графические романы поднимают важные вопросы, заставляют искать подтекст. Они, как ценные собеседники, подталкивают к размышлениям и жизненным выводам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова